всем большой привет рада вас видеть у себя на канале ну вот месяц июль пролетел закончился пришло время снимать видео отчетное за месяц что было и какие процессы вышивались снимай немножко позже но я думаю это не так важно там день раньше день позже особо роли не играет по традиции начну с завершенных работ а в этом месяце у меня одна работа завершенная но это меня очень радует у меня такая цель как бы чтобы у меня каждый месяц была одна готовая работа не всегда это получается некоторые процессы требуют отшива и двух и трех месяцев поэтому когда у меня есть готовый процесс завершенная работа мне это очень очень радует и вот этот набор я вышла буквально за один месяц при том что я занималась не только этим процессом были другие процессы поэтому я считаю очень даже хорошие результаты яркая красивая сочная работа она привлекла внимание зажгла до очень многие сердца девочки пишут и на youtube и вконтакте просят продать остатки поделиться схемой каким-то образом поделиться этим дизайном этой схемой да и ниточками потому что наборы сняты с производства не знаю может быть в каких-то на каких-то интернет магазинах интернет магазинах простите еще можно найти потому что снимают производства но какие-то остатки есть на складах и возможно вы сможете еще что-то найти поищите если есть такая возможность и обязательно покупайте наборы они недорогие но они очень получать результат очень красивые стоит того и может быть в каких-то оффлайн на магазинах можно что-то найти вот как к примеру мне моя рукодельная фея нашла мою землю да потому что она первая вышла с производства и ее нигде не было вот где-то на ее в магазине увидела и я стала счастливой обладательница полностью всего как бы всей серии поэтому девочки ищите смотрите я конечно со своей стороны тоже окажу помощь тем кто хочет вышить вышить этот набор я уже сделала перевод ниточек в дмс оставила у себя на страничке вконтакте заходите берите я знаю что схемы гуляют в интернете я сама не искала но мне девочки говорили что скачивали что есть если вдруг ну действительно уже там нет эти схем я могу отсканировать мои но там пометки маркером нужно будет делать перенабор неудобно будет вышивать поэтому такое 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 уже дело я думаю схему вы найдете ниточки я перевела поэтому пожалуйста у кого есть интерес к этому дизайну вы сможете вышить я очень довольна этими дизайнами ну настолько мне нравится этот сюжет душевный но вообще вся эта серия эта стилистика мне очень симпатично ну вот в общем-то это самая главная победа этого месяца июля будет пока уходить в рулон вместе со всеми вышитыми работами ну а я перейду покажу вам те процессы которыми я также занималась этом месяце но видео по ним не снимала так как там очень маленькие продвижения и я буду показывать такие процессы уже в итоговом видео за месяц то есть у меня есть один основной процесс который я вышиваю активно снимаю по нему отчеты а есть маленькие не маленькие есть другие процессы которыми я занимаюсь иногда по несколько дней там маленькие продвижения и поэтому видео нет смысла снимать до простой а уже в конце месяца можно показать все вместе ну и так переключаемся вторым основным процессом стал в этом месяце дизайн маржелин бастин розы в голубой вазе много не буду рассказывать опять же в этом сюжете потому что вот недавно снимала видео все подробно рассказывала показывала вы можете перейти по ссылке и все это посмотреть как вы видите здесь я немножко опустила уже основу не буду ничего уже перекручивать до вспомнила я когда вам показывала посмотрела еще на схему вспомнила что у меня с правой стороны есть элементы которые находятся очень низко ниже моей линии где я вышиваю решила воспользоваться этим случаем переключилась на правую сторону чтобы довести как бы до ума вот здесь какие-то цветочки что-то до вышивать пропущенные крестики чтобы вышивка у меня выровнялась по определенную линию и можно было потом идти постепенно до шаг за шагом наслаивая уровень за уровнем как мне нравится бэкстича здесь нет как я уже говорила все вышивается просто крестиком и вот эта вся детальная проработка она именно выполнена крестиками и вот этот участок я вышивала вчера вечером здесь немного у меня получилось вышить но здесь шла частая смена нитки видите вот колосочек состоит из нескольких цветов вот ягодки вот эти точечки тоже все это отдельные цвета здесь три или четыре цвета вот в этих ягодках разбросана хорошая проработка вышивается легко даже несмотря на то что идет смена нитки единственное нужно будет мне как-то по-другому организовать этот процесс но об этом мы поговорим уже в каком-то следующем видео вот очень довольна этим процессом легко вышивается очень приятно но не буду сильно наговаривать уже все рассказывала кстати вот видите вверху есть часть вышивки это вот первый раз когда я вышивала и было сделано ошибка я сразу не распарывала так и оставила вот когда буду потихоньку перекручивать основу буду и вышивать и потихоньку распарывать не хочется мне сейчас на это тратить время расстраиваться а буду делать как-то в процессе и вышивать и потихонечку распарывать вот двигается сюжет этот сюжет у меня основной на август месяц и я надеюсь что обстоятельства сложится в мою пользу и я смогу до вышивать этот дизайн и показать вам какая красота получится еще в этом месяце мне удалось уделить внимание немножко моему бисерному проекту это чаривно мыть тайная вечеря здесь идет частичная вышивка бисером и золотыми нитками ну она не очень частичная да вот есть такие вышивки где там совсем чуть-чуть здесь все-таки и очень много зашивки вот я сейчас работаю над одеждами святых на первом плане у меня уже вышиты святые очень красиво ярко смотрится вот теперь мне нужно будет дошивать остальные одежды и дальше пойдет украшение сюжета украшение здесь очень богатая его здесь много бусины стразины золотая нитью будут отшиваться вот эти вот колоски поднесу поближе вот эти все колосочки цветочки будет вышиваться будут вышиваться золотой ниточкой все элементы будут расшиваться тоже бисером вот я вышила чаши грааль техника здесь называется арочный шов либо шов назад иголкой набирается бисер по три штучки на нитку и прошивается поэтому поэтому очень легко укладывать бисеринке и выполнять вот такие плавные изгибы складочки здесь тоже стол будет расшиваться много разных элементов очень красиво будет вышивка но сейчас видно что вот те детали которые вышины вышиты они ярко смотрятся очень хорошо подобран бисер бисер чешский красивый ровненький очень приятно вышивается но вот вышивается у меня пока по чуть-чуть нет у меня знаете такого запала сесть и прям все вышить бисер у меня в общем то в новинку я люблю бисер но я не могу уделять ему очень много времени вот иногда у меня прям просыпается такое желание повышивать бисером особенно когда не знаю почему так ксюша арчи у меня всегда вызывает вот такую любовь к бисеру как она покажется и бисерные процессы все мне тоже хочется сразу вышивать бисером и иногда беру и вышиваю посмотрите красные одежды как хорошо переданы все складки даже трудно представить что это бисер вот посмотрите этот участок тоже бисер и видно что это складки с близкого расстояния видно что это бисер а с дальнего расстояния кажется что это раскраска да вот красками просто проложили такие штрихи и картина ожила очень нравится и материалы и процесс ну потихоньку вышиваю и никуда не спешу как будут какие-то продвижения видимые я буду вам показывать потому что есть месяца где я совсем мало вышиваю нет смысла показывать а есть где вот какой-то месяце у меня вышились одежды у иуды вот он на первом плане у него нет нимба кстати вот он у меня почему-то очень тяжело вышивался я его шью шью а вот нет настроения шить шью шью как-то вот тяжело идет только его дошила все остальное у меня сразу полетело я все думала что вот вот он держит мешочек какую-то шапку а когда поняла что это иуда ну это символизирует мешок с деньгами за который он продал Иисуса красивый дизайн девочки если кому нравится вышивать на такую тематику особенно в оформлении это будет шедеврально ну это мы увидим когда закончится работа ее обязательно буду сразу оформлять ну я думаю все здесь особо больше показывать мне нечего все рассказала все показала по мере продвижений также буду вам показывать ну и перейдем к следующему процессу следующий мой процесс это миробилие blooming bright пришлось мне пересесть к окну камеру держу в руках потому что очень сложно камера настраивается вот именно на эту шоколадную темную основу если я приближаю поближе то она как бы не может наверное из-за просветов может быть уловить все цвета и начинает очень сильно врать ну сейчас вот я приближаю мне кажется наиболее точно передает все оттенки ну и вы видите мои продвижения которые крохотные очень мало я вышивала мало работала с этим дизайном потому что я старалась и гнала мой огонь хотела его завершить поэтому другим процессом оставалось совсем мало времени но тем не менее вот что-то вышилось да вышиваю я без разметки как я говорила наслоением цвет за цветом почему-то я не люблю вышивать с разметкой нитками а другой разметки здесь наверное и не получится ну потихоньку идет процесс я уже подружилась с этой основой просто у меня не хватило времени на этот на эту работу надеюсь что в этом месяце найду и в следующих месяцах хотя бы по тысячу крестиков если я буду вышивать в месяц меня это устроит будет двигаться работа вот как вы видите здесь я оставляю пропуски это для бисера сначала думала сразу пришивать но остановилась потому что нужно будет перепяливать работу может быть она пойдет на кюснапы на станок я не знаю как она дальше будет вышиваться и потом я захочу ее наверное постирать и наверное после всех процедур стирки и глажки буду пришивать бисер немножко это сложнее возвращаться и доделать какие-то детали но это будет более правильно вот поэтому пока так кстати данный дизайн я вышиваю в совместном проекте тайны миробилии данный проект организовали девочки в том числе Люда Крусич является организатором проект продлен то есть это как бы второй сезон я оставлю ссылки где Люда все рассказывает поэтому если кому-то интересно переходите смотрите ну вот с этим процессом у меня все что еще не сказала вышиваю я также это дизайн и ниточками ПНК здесь у меня ДМС и ПНК кто-то может будет сильно удивлен как же миробилию и ниточками ПНК но вы знаете нитки хорошие если цвет идеально подходит почему бы и нет я не вижу в этом никаких проблем поэтому использую по максимуму свои запасы нужно же их как-то пристраивать вот думаю что на этом все вот вышиваю внизу этот хвостик покажу где я нахожусь поэтому он не очень четкий вот он в самом низу мне еще много шить этого хвостика вот ну все перейдем к следующему процессу ну и еще один заключительный процесс с которым я работала в июле месяце это вот такой вот семплер от фирмы Анкор я его называю деревенские лошади в журнале не было написано название просто стоял значок эксклюзивный проект от Анкор но я его назвала деревенские лошади вышиваю вступила я с этим процессом также в совместный отшив мечты о семплере тоже ссылки оставлю знаете вот совместные проекты они вроде бы они очень помогают они как бы обязывают хоть иногда хоть что-то как-то отчитываться и поэтому процесс он все-таки потихоньку начинает двигаться и что я вышила я вышила вот первый сюжет посмотрите как красиво получилось значит человек ведет лошадку посмотрите какая прорисовка проработка бэкстича здесь просто не передать словами кто вышивал дизайн анкору знают что они не щадят рукодельниц они делают сумасшедший бэкстич разноцветный не по клеточкам очень мелкий ну очень сложный я все вышивала все вышивала старалась вот французские узелочки трапки здесь лохматые вот они лохматые ножки это персерон не знаю правильно сказала по-русски или нет такая очень крупная красивая лошадка замечательные подобранные цвета и также вышелся второй сюжет это карта фермы здесь я просто убилась на этом бэкстиче вот посмотрите какие мелкие детали овечки ножки какие-то домики цветочки вот вам ферма видите трактор и мой позор вот такие ужасные морковки но сразу хочу сказать что я их переделывать не буду я просто задолбалась на этих морковках там шла какая-то светлая ниточка которая совсем была не видна в ней но получились вот такие страшные какие-то репы ну ладно ну а все остальное получилось очень красиво аккуратненько ну что ж не без изъяна еще хочу сказать и поблагодарить девочек которые мне прислали схему в электронном виде в формате в формате пм теперь я не мучаюсь с моей мелкой непонятной не четкой схемой открываю схему в пм делаю крупное увеличение подсвечиваю себе цвета и вышиваю как королевишно мне все видно и процесс идет очень даже хорошо и приятно вот так как у меня здесь уже два сюжетика вышились здесь я набросила сделала такую намёточку несколько крестиков вот центрального сюжета будет белая лошадка вот а с левой стороны будет сюжет лошадка с жеребенком на водопое как хорошо что под руками нашлась эта схемка вот что я буду вышивать это кусочек по-моему здесь будет еще небольшое продолжение как бы чуть-чуть воды дерево вот она такая неровно разбитая вот такой сюжет буду вышивать потихонечку не загадываю как идет так идет но для меня самое главное что процесс сдвинулся с мертвой точки и уже есть какие-то продвижения очень мне нравится проработка мне нравится как смотрится это основа здесь кошель вот так что продолжаем мою работу потихоньку потихоньку когда-то она будет завершена вышиваю я ее на вот таких пальцах это дешевенькие простые пяльца от гамма они очень оказались удобные как я раньше почему-то ими перестала пользоваться они их преимущество в том что они очень-очень легкие а если вышиваешь на пяльцах держать постоянно в руках тяжелые кюснапы или какие-то другие тяжелые пяльца устают руки а вот с этими пяльцами не устают и здесь есть тоже такое углубление желобок не скользит основа хорошая натяжка держит хорошо прям замечательные пяльчики мне очень все нравится ну вот поэтому дизайн у меня все да вот собрала я все мои процессы в кучу показать что у меня было в этом месяце я думаю очень хорошие результаты получились потому что самое основное у меня есть завершенная работа я ее начала я ее завершила и у меня потихонечку но все-таки продвигаются и другие процессы я довольна результатами процессы мои все очень любимые очень замечательные ну на этом у меня все хочу пожелать вам хорошего настроения хороших летних денечков наслаждайтесь словите вот эти дни августа потому что это последний месяц лета нас ждет скоро сентябрь кого-то ждет школа подготовка меня ждет работа поэтому желаю вам хорошо провести это время набраться сил и мы с вами увидимся в новых видео до новых встреч пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин